здравствуйте друзья этот урок пригодится для тех у кого не получается разобраться с панелью энергия в home assistant которая предназначена для мониторинга контроля энергопотребления причем под энергией понимается не только электричество вода и газ тоже хотя в ней все сделано максимально просто и удобно мне уже неоднократно задавали вопросы связанные с тем что существующие в системе сенсоры просто недоступны для добавления в панель поэтому я и решил снять видео в котором на примере сенсоров расхода электричества воспроизведу такую проблему и покажу что нужно сделать чтобы в панели энергия появились нужные вам объекты перед тем как мы начнем по традиции прошу вас подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше и поставить лайк этому видео чтобы его могло найти больше людей которым интересна тема умного дома сначала покажу в чем заключается проблема решение которой я хочу показать в этом видео панель энергия это штатный инструмент home assistant она присутствует в нем по умолчанию является частью набора default конфиг на первом этапе настройки предлагается добавить сенсор который отображает данные по расходу электроэнергии в мега гига джоулях или мега киловатт часах и на этом этапе может возникнуть проблема которая заключается в том что сенсоров статистики доступных для добавления просто нет или есть но не все хотя в системе они физически присутствуют для примера я буду использовать устройство с мониторингом расхода электроэнергии которые наиболее широко распространены слева реле на динрейку справа розетка переходник у них есть сенсоры отображающие расход киловатт часах и они должны подходить для панели энергии но их при этом там нет давайте разбираться почему для того чтобы объект можно было добавить на панель он должен соответствовать ряду требований первое он должен быть включен в базу рекордер то есть по нему должна вестись история по умолчанию абсолютно все объекты home assistant пишутся в базу но из-за того что она при этом очень быстро растет многие и я сам лично используют принцип ручного добавления только нужных объектов нужно убедиться что сенсоры которые вы планируете добавить имеют историю кроме этого согласно официальной документации ссылку на нее я оставлю в описании объекты должны иметь определенные атрибуты класс устройства состояния и единицы измерения класс устройства определяет то как тот или иной объект в данном случае сенсор будет отображаться в системе нашем случае нужно выбирать класс энергия которая как раз и отображается виском их единицах измерения которое тоже нужно будет указать есть три вида типов состояния измерения которая показывает текущее значение например температуру влажность мощность общий который применяется для отображения суммы значений которая может как увеличиваться так и уменьшаться например для расхода энергии за период и третий класс также для сумм но которые могут только расти например для общих счетчиков расхода для удобства я буду все настройки делать в одном файле пакаджа аналогичные настройки можно проводить и в случае когда ваша конфигурация находится в отдельных файлах для каждой интеграции сначала рекордер запись базу данных для оптимизации ее размера в моей конфигурации в нее пишется только то что явно разрешено для панели энергия достаточно хранить историю только одного накопительного сенсора но я добавил еще мощность как для реле на день рейки которая выполняет роль входного счетчика так и для розетки как пример одного из домашних потребителей вместо бортового сенсора energy тут я использую утилити метр вот эта интеграция объявлена в этом же файле в описании под видео я оставлю ссылки на уроки по ней как для начинающих с настройка в интерфейсе так и для продвинутых пользователей для каждого из двух участвующих в этом эксперименте устройств создан отдельный сенсор расхода электроэнергии от аппаратного он отличается больше гибкостью настроек частности этот рассчитывает месячное потребление причем сбрасывается не ровно в начале первых суток первого числа нового месяца а сдвигом данном случае на 9 часов я это делаю для того чтобы делать утром ежемесячный отчет о потреблении также эти сенсоры могут работать с несколькими тарифами и последний пункт выполнения требований это соответствующие свойства для сенсоров они прописываются в разделе кастомизации по умолчанию он находится в файле кастомайз ямбл но и его можно вынести в пакет для каждого из созданных счетчиков кроме имени для интерфейса я указываю единицы измерения подходящие для панели энергии в данном случае киловатт часы класс устройства энергия класс состояние общий так как счетчик месячный он обнуляется в начале каждого месяца если вы используете постоянное накопление например для дублирования показаний квартирного счетчика то используйте total increasing для применения всех настроек перегружаем систему после этого два созданных нами сенсора подсчета электроэнергии становятся доступными для добавления на панель энергия в качестве входного сенсора я использую реле на день рейки розетку добавлю потом как отдельный потребитель если вы хотите получать и данные по стоимости оплаченной энергии то можно указать в качестве источника либо какой-то объект например template сенсор который будет менять стоимость тарифа в зависимости от времени суток либо использовать фиксированную цену если у вас стоимость потребления не зависит от времени суток что касается выбора валюты то ее можно указать в меню настройки общие либо если все хранится в конфигурационном файле то прямо в нем в том же разделе что и страну первый шаг завершен далее мастер создания панели будет предлагать добавить дополнительные объекты сенсор для учета выработанной энергии солнечной батареей аккумулятор сколько было в него залито энергии сколько использовано данные по потреблению природного газа потребление воды не обязательно все это добавлять на этом этапе при необходимости все можно будет сделать любой момент потом вот так выглядит панель энергии сразу после ее создания данных пока тут нет это нормально конфигурировать ее можно через меню настройки в котором выбираем раздел панели здесь в списке панелей выбираем энергию специально сразу сделал скриншот с этими предупреждениями первое говорит о том что данных в добавленном сенсоре пока нет это нормально пропадет при первом обновлении второе предупреждение о том что сенсор подсчета стоимости который мы только что создали указав фиксированную стоимость не хранится в рекордере исправляем это добавив его в тот же раздел к сенсором мощности utility meter для применения изменений в рекордер нужна перезагрузка home assistant предупреждение больше нет счетчик обновился сансор для расчета стоимости мы добавили в рекордер теперь добавим розетку как пример одного из потребителей их может быть много это поможет анализировать энергопотребление в разрезе отдельных устройств готова у нас один источники один конечный потребитель через несколько часов статистика созданы нами панели будет выглядеть так сверху общее потребление в разрезе часов источником которого служит реле на день рейки снизу потребление конечных устройств данном примере розетки у меня в реальной системе на входе используются три источника так как дом заходит три фазы я применил токовые энергомониторы заме смарт spm01 ссылку на обзор вы найдете в описании соответственно и график строится в соотношении потребления по каждой фазе под ним указано суточное потребление по каждой из них и общая сумма но и конечных устройств у меня больше чем одна розетка что позволяет определить самое прожорливое и самое экономичное устройство сумма потребления всех этих розеток меньше чем общий расход так как они не охватывают все потребители а энергомонитория на входе учитывают абсолютно все это уже не совсем в тему урока просто решил показать страницу созданную мной для анализа энергопотребления тут есть и общее включая дублирование показаний квартирного счетчика так и в разрезе каждой фазы и устройств которые работают через реле или розетки с энергомониторинга для входящих счетчиков я также храню историю по напряжению видно что ночью когда потребление проседает напряжение выше чем днем когда оно больше также можно проанализировать потребление каждого из устройств по отдельности в некоторых случаях как например с холодильником можно создать автоматизации которые отслеживают возможные изменения в характере потребления что может служить индикатором неисправности на этом все надеюсь что этот урок поможет тем пользователям которые столкнулись с трудностями при использовании панели энергии успешно решить свои вопросы и больше понять то как она работает если у вас остались вопросы либо вы хотите поделиться своим опытом пишите в комментариях буду благодарен за лайки это активизирует работу механизмов youtube и позволяет легче находить это видео всем кто интересуется данной темой чтобы не пропускать новые обзоры и уроки подписывайтесь на мой канал все нужные ссылки на текстовый файл показанные в уроке на документацию и другие видео по данной теме вы найдете в описании там же находятся ссылки на мой телеграм-канал страницу facebook и группу для общения по вопросам умного дома присоединяйтесь спасибо за внимание до новых встреч всем мира спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!